Почти 2 миллиона россиян поставили свою подпись за кандидата на должность президента Владимира Путина. Крайний срок сдачи бланков с подписями в Центр избирком 31 января. Жители Ульяновской области тоже активно участвуют в процедуре. Энергичнее всего работает штаб общественной поддержки на Спасской-8. Здесь поток неравнодушных граждан не заканчивается ни днём, ни ночью. Я думаю, что в числах 20-х этот процесс будет завершён окончательно, когда юристы избирательного штаба кандидатов в президенты передадут необходимый объём подписей в Центральную избирательную комиссию. Мы этот процесс завершим. Но я могу сказать, что то количество подписных листов, бланков, которые изготовлены из избирательного фонда кандидата, наверное, к счастью, уже подходит к концу. И в некоторых местах мы уже испытываем жёсткую их нехватку. Чтобы отдать свою подпись за кандидата, необходимо при себе иметь только паспорт гражданина РФ. Процедура очень проста. Волонтёры всё расскажут и покажут. Поддерживают кандидатуру Путина действующие участники специальной военной операции, врачи, общественники, спортсмены. Я очень ценю в нём то, что он на самом деле искренне русский человек. То есть всеми своими действиями и словами он выражает все наши желания, всю позицию от каждого человека. Ну и лично мне импонирует его приверженность к спорту, здоровому образу жизни, к тому, каким своим примером он хочет, чтобы каждый россиянин придерживался этого здорового образа жизни. В соседнем штабе ОНФ тоже многолюдно. Подписи сюда пришли поставить члены общественной палаты Ульяновской области. Дополнительно в бюджет Ульяновской области пришло 7 миллиардов рублей. Вот 4 из них мы заработали сами, регион заработал сам. Это ульяновское производство, это местный бизнес, это, естественно, все меры, которые работают на улучшение качества жизни, на ульяновской территории. Вот это как раз всё говорит о том, что программы амбициозные в стране и регионе, но они выполняются. Это говорит о том, что у людей есть социальный оптимизм. Это говорит о том, что сегодня мы видим, как работает то же производство, восстанавливается то же производство, и мы видим, что программы, которые разработаны в стране и регионе, они эффективны и действуют. Я родился и вырос в селе, я видел, как уничтожалось сельское хозяйство, я видел, как при нём оно возрождалось, я видел то, как молодёжь была забыта и предоставлена сама себе, а теперь наблюдаю то, как обратили на это внимание, и теперь мы вместе с молодёжью, со взрослым и кайфлением, пользуясь институтами наставничества, строим сильное государство. Пункты сбора подписей работают в каждом районе города и области. Напомним, сами выборы президента пройдут весной в трёхдневном формате с 15 по 17 марта. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Управда ТВ.